Цитриксом занимаюсь уже более трех лет, есть определенный опыт проведения презентации, пилотных проектов и реальных внедрений. Поводом для нашей сегодня вебинар-презентации является недавний выход Citrix MDM версии 10. Как вы знаете, Citrix MDM, бывшее название данного решения ZenPrice, то есть Citrix выкупил ZenPrice и так появился в портфеле продукт, который занимает нишу решений класса MDM. И где-то с периодичностью раз в год Citrix выпускает новые версии, очень интересные доработки, очень интересное новшество внедряет в каждый апдейт. Сегодня посмотрим, что нового в этой версии, посмотрим, что такое MDM в целом, актуальность проблемы, почему проблемы MDM возникают. И некоторые особенности Citrix в этом вопросе. Презентация наша будет длиться 30-40 минут, в зависимости от вопросов, которые вы будете задавать, либо не будете задавать. Прошу, перебивайте меня, пишите в чат, задавайте вопросы, будем останавливаться на некоторых вопросах, на которых стоит остановиться сразу. Либо можно будет собрать вопросы в конце презентации и тоже задать их в конце. Начинаем. Начнем с актуальности, почему вообще такой класс решений появляется на рынке, кому нужен, кто является основными заказчиками, кто является основными потребителями функционала данного класса решений. Давайте рассмотрим несколько составляющих темы актуальности продуктов MDM. Во-первых, это требования бизнеса. Все-таки основным игроком, который думает наперед, который хочет развивать свой бизнес, расширять свой бизнес, оптимизировать бизнес, повышать эффективность, это владельцы бизнеса, которые диктуют условия работы своей компании, организации. И вот они хотят, чтобы сотрудник работал как можно дольше, как можно быстрее, как можно более эффективнее, и чтобы этот процесс работы, творчества сотрудника за рабочим местом, он был непрерывным. То есть определенный бизнес-континьюти, то есть требования, чтобы сотрудник работал как можно дольше. Как этого добиться? Во-первых, идея заключается в том, чтобы все пространство сотрудника, все его время свободное, он смог выполнять те или иные бизнес-задачи с той или иной эффективностью. А именно, сотрудник может дома работать за своим рабочим ноутбуком, может в транспорте работать с планшетом, может в командировке с тем же планшетом, либо мобильным телефоном, тем же ноутбуком, рабочим уже. То есть мы видим, что мобильные сотрудники, часто перемещающиеся, как минимум сотрудники ездят домой и в офис, и чтобы вот это время не пропадало ни на дорогу, ни на командировке, можно в принципе обеспечить, дать сотруднику возможность работать и выполнять его бизнес-задачи. То есть идея заключается в том, чтобы уйти от привычного понимания офиса, от привычного понимания рабочего места к мобильному сотруднику, сотруднику, который в любой момент может включиться, может ответить на почту, может подключиться удаленно, может запустить бизнес-приложение и выполнить задачу, если таковы требования бизнеса. По различным исследованиям сотрудники, которые открывают планшет, смотрят почту, то есть сотрудники, у которых есть возможность работать за пределами офиса, в среднем они работают на час дольше, чем те сотрудники, которые не имеют такой возможности. То есть фактически рабочий день у них увеличивается с 8 часов, привычных нам до 9 часов. Отсюда бизнес и считает свой профит, то есть свои возможности по увеличению эффективности работы сотрудников. За те же деньги сотрудник работает на час дольше. То есть это примерно на 12,5%. Что хочет сотрудник от бизнеса, когда бизнес начинает говорить о том, что нужно работать везде. То есть некоторые сотрудники имеют свои мобильные телефоны, планшеты и это хорошо. У некоторых сотрудников таких устройств мобильных нет. То есть логичный ответ на просьбу бизнеса поработать в любом месте в любом времени, это предоставить планшет. И тут мы сталкиваемся с проблемой, что часть сотрудников приносят свои планшеты, телефоны и так далее, назовем их мобильные устройства, а часть сотрудник работают с корпоративными мобильными устройствами. Соответственно, политики, которые применяются к мобильному устройству, они могут быть разные. То есть есть политики, которые ограничивают определенный функционал на мобильных устройствах. И эти политики невозможно прилимить к личным мобильным устройствам, потому что они личные мобильные устройства. Мы не можем влиять на личное пространство владельца этого мобильного устройства, тем более где-то в свободное от работы время. Мы не можем сделать так, чтобы политики мешали ему пользоваться его мобильным устройством так, как он хочет. Соответственно, есть необходимость в реализации некого бьет-подхода, bring your own device, при котором можно настроить политики настолько гибкими, чтобы они, с одной стороны, пополняли требования безопасности и compliance, то есть в соответствии некоторым стандартам, а с другой стороны, ограничивали возможности сотрудника, пока он на работе, и предоставляли ему возможность пользоваться любым мобильным устройством для работы с любым корпоративным бизнес-приложением. Вот такие основные задачи, основные идеи, почему растет количество запросов на данные, данные класс решений. Пользователь, сотрудник работает везде, бизнесу это нравится, реализация бьет подхода, безопасность и соответствие стандартов, требования, которые можно выполнить при помощи решения MBM, с целью повысить эффективность работы бизнеса, удовлетворить все хотелки пользователей, сотрудников, то есть некоторым сотрудникам нравятся одни мобильные устройства, некоторые другие, и тем самым повысить производительность работы сотрудников, не влияя, не снижая требования по безопасности и по продолжительности ведения бизнеса. В этом всем процессе есть три основные группы людей, три основные пользователи. Класс решения MBM направлен на то, то, чтобы все участники процесса внедрения, использования и сопровождения MBM решения были счастливыми. Давайте попробуем сделать всех счастливыми. Начнем с пользователей. Что хотят пользователи? Пользователи хотят пользоваться теми приложениями, к которым они привыкли, которые им нравятся, которые они считают удобными. Так же, как и устройствами. То есть некоторым нравится Apple, некоторым очень нравится Apple, а есть пользователи, которые никогда с Android не уйдут. То есть наш MBM, наш, имеется в виду корпоративный, который мы хотим внедрить, должен удовлетворять потребностям пользователя, чтобы пользователь не ощущал дискомфорт. То есть если мы дадим какой-то сложный, неудобный инструмент, который пользователю не нравится, скорее всего пользователь не будет работать с помощью этого инструмента вне работы. То есть если у него вызывает это устройство, эти приложения, какие-то негативные эмоции, он не является врагом сам себе, поэтому он скорее всего не будет им пользоваться для решения бизнес-задач. Эти требования касаются всех приложений, как личных, так и корпоративных. То есть Citrix MDM, в свою очередь, удовлетворяет такую потребность пользователя. Пользователю можно обеспечить любым устройством. То есть Citrix поддерживает на данный момент любое Android, Apple устройство, Windows устройство, все популярные устройства. При помощи технологии Citrix и при помощи клиента Citrix Receiver можно доставить на любое устройство приложение, картинку с этого приложения, и, в принципе, работать на устройстве с приложением, адаптированным под конкретное устройство. С чего хочет бизнес? Бизнес хочет продуктивности, бизнес хочет, чтобы было безопасно, то есть чтобы сохранялась некая компетенциальность данных, чтобы данные, которые попадают на мобильные устройства, в том числе наличные мобильные устройства, они контролировались, чтобы они не вытекали за предел, за привычное понимание периметра инфраструктуры, чтобы данные сохранялись. Но с точки зрения безопасности, еще требуется, чтобы процесс предоставления услуги MDM пользователям, которыми являются сотрудники, был непрерывным, чтобы пользователи могли в любой момент им пользоваться. И чтобы удовлетворить все потребности пользователя, как я уже говорил, пользователь не будет работать с мобильным устройством на свой бизнес, если ему не нравится пользоваться а мобильным устройством, либо приложением на нем. То есть сделать счастливым пользователей. И третья группа людей, у которых есть свои требования к решению MDM, это IT. Чего хочет IT в этой ситуации? С одной стороны, у него есть пользователи, которые хотят любого приложения на любом устройстве. С другой стороны, на IT давит бизнес, который говорит, что нужно безопасно, нужно, чтобы всегда работало, нужно, чтобы эффективно, и обязательно нужно, чтобы пользователи были счастливыми. То есть требования пользователей являются тоже обязательными для выполнения. Для IT MDM должно быть простым. Его должно быть легко установить, развернуть, почитать, как его настроить, обучиться ему. Простое интуитивное решение должно быть в основе любого MDM-процесса. Решение должно быть основано на каким-то, в том числе, порталах самообслуживания, самообучения. То есть пользователи, в принципе, должны уметь влиять на состояние рабочей среды, в которой они работают. То есть пользователи должны уметь заказывать приложения, если они им нужны, должны уметь запрашивать доступ к документам и файлам, если такой доступ им нужен. И пользователи должны уметь обслуживать свое мобильное устройство, в том числе через понятный и доступный интерфейс, чаще всего которым является веб-интерфейс. то есть мы говорим о неком портале самообслуживания, который должен быть также обязательным в MDM-решении. Ну и масштабируемость. Понятное дело, что чаще всего заказчики распространяют политики MDM, распространяют возможность работать с мобильными устройствами на мобильных пользователей, на тех, кто, так называемых, пользователей в полях, те, кто часто перемещаются и не имеют возможности подключиться сетевым шнурком к своей инфраструктуре. Но со временем количество пользователей растет, так как количество людей с мобильными устройствами становится как можно больше. Обычный пример это давайте подумаем, сколько у нас с вами есть мобильных устройств. У меня есть как минимум телефон, смартфон, на котором я периодически читаю почту корпоративную, в том числе дома, могу легко зайти, ответить, отреагировать на какие-то бизнес-потребности. У некоторых людей также есть планшет, ноутбук, свой личный. И бизнес, зная это, в принципе, после успешного первого этапа внедрения данного решения, он принимает решение расширить политику на всех желающих, то есть тех, кто хочет работать с внутренними ресурсами компаниями за пределами офиса, то есть через интернет на своих мобильных устройствах. Соответственно, для IT последний пункт, который должен обязательно выполняться решением, должен поддерживаться решением класса MDM, это масштабированность, то есть любой бизнес должен в любой момент времени за короткий промежуток вырасти до того уровня, которым есть на данный момент потребность. Вот три группы людей, три группы пользователей MDM, которые выдвигают собственные требования, и сейчас мы посмотрим, как Citrix реализует все потребности этих трех групп людей. Перед этим еще немножко исследований, какие все-таки приложения чаще всего запускают пользователи для работы с внутренними бизнес-ресурсами, как документы, приложения и так далее. во-первых, удаленные пользователи в 90% случаев пользуются email, то есть я тоже принадлежу к этим 90%. Я периодически смотрю корпоративную почту дома с своего мобильного телефона, как делают 90% пользователей мобильных устройств. второе популярности приложений это какие-то собственные разработки бизнеса 52%, примером может быть какая-то Одинецка либо CRM, которая должна работать на мобильном устройстве пользователя. То есть это что-то, что очень специфическое для бизнеса и его ключевая какая-то бизнес линейка, бизнес набор бизнес приложений. Третье по популярности 48% пользователей ими пользуются мобильных пользователей это решение по синхронизации файлов и по обмену данных. В этом есть определенный смысл в некой коллаборации в неком коворкинге чтобы делиться результатами своей деятельности пользователи требуют решение которое сможет синхронизироваться с данными других сотрудников в том числе на мобильном устройстве. 36% пользователям нужен безопасный интернет браузер который мы не можем считать безопасным те которые пользователи скачивают в плеймарке iTunes мы помним про требования бизнеса с точки зрения конфиденциальности данные с которыми работает сотрудник удаленно соответственно в том же Citrix MDM10 уже есть расширенные возможности для Citrix приложения собственно разработка Citrix это Works Web приложение интернет браузер с расширенными привычными для нами функция безопасности это и VPN и работа с куки прокси и так далее Citrix имеет контракт сотрудничества с несколькими другими гигантами в том числе Microsoft поэтому интеграция с Microsoft продуктами у Citrix тоже хорошо поддерживается и настраивается речь идет как о SharePoint так и Microsoft Exchange Microsoft решениями и собственными решениями Citrix MDM отлично интегрируется и есть возможность выполнения расширенного набора функций в отличие от других решений того же класса на предыдущих слайдах мы поговорили что есть некая актуальность есть три группы пользователей со своими проблемами со своими требованиями к MDM решению и есть набор приложений который должен быть на мобильном устройстве для того чтобы повысить эффективность безопасность работы сотрудников с мобильным устройством через интернет что умеет Citrix MDM и как Citrix MDM реализует те потребности бизнеса пользователей в своем решении во-первых это решение уровня Enterprise то есть с точки зрения IT оно легко настраивается вся документация в открытом виде есть в интернете в том числе с примерами конфигурации для тех или иных ситуаций например с интеграцией Microsoft Exchange либо интеграцией SharePoint есть масса видео то есть практически по движению мышки мы увидим какие галочки нужно отключать нужно отключать и с голосовым объяснением для чего это делается с точки зрения IT все понятно как настраивается решение Enterprise уровня легко масштабируется то есть фактически загружаете новый файл лицензии в данное решение и количество пользователей которые могут поддерживать данное решение увеличивается ограничивается фактически только файлом лицензии загрузил новый файл ничего не меняя конфигурации можем увеличить масштабировать тем самым набор пользователей фактически от десяток до нескольких тысяч пользователей также решение предоставляет некий портал самообслуживания где для конкретных пользователей либо для конкретных групп пользователей мы можем провиженить автоматические приложения которыми скорее всего пользователь будет пользоваться на мобильном устройстве удаленно то есть там допустим для IT отдела скорее всего они будут пользоваться почтой чтобы получить какие-то email уведомления задачи я не знаю какой-то алерты по почте и веб-браузер чтобы можно было зайти в веб-консоли и уметь настраивать веб-ориентированное приложение для финансового отдела скорее всего нужно Excel нужен Word нужен 1S нужна какая-то CRM система и так далее то есть различные отделы различные пользователи должны быть обеспечены тем набором приложений которые будут минимально необходимы для выполнения их служебных обязанностей мы говорим о неком провизженении предоставления возможности пользователя работать с его приложениями что касается безопасности есть полный набор средств включая от контроля целостности до некого шифрования внутри VPN в процессе передачи данных то есть данные в том числе коммерческие договора не ходят через интернет в открытом виде все шифруется все безопасно есть компоненты которые необходимо обеспечить high availability то есть некое отказоустойчивое решение то есть по сути этот портал самообслуживания этот интернет магазин с приложениями он будет всегда доступен для пользователей и пользователи в любой момент могут с ним поработать то есть CITXMDM состоит из двух из извините четырех таких основных частей основных функциональных модулей которые направлены на обеспечение collaboration то есть работы в одном бизнес пространстве data management как я и говорил интеграция с портальными решениями такие как SharePoint можно обеспечить доступ сотрудников с определенной точке земли с определенного приложения которое крутится на определенном мобильном устройстве к определенному документу с определенными правами то есть на чтение на запись и так далее это data management application management как мы и говорили это возможность провизженить приложения любые приложения на мобильное устройство конкретных пользователей в том числе эти пользователи могут быть пользователями Active Directory в том числе можно управлять целыми группами пользователей то есть провести некую аналогию групп Active Directory с локальными группами решения MDM и четвертый набор функциональных возможностей это device management который позволяет обеспечить управление некими функциями самого устройства мобильного такими как включение и отключение видеокамеры включение и отключение буфера обмена возможности скидывать фотографии например через USB устройство подключение подключенное к реальной Windows системе на рабочем месте есть определенный набор функционалов который позволяет управлять свойствами самого мобильного устройства то есть фактически например когда пользователь переступает порог офиса у него устройство превращается из его привычного домашнего в рабочее на котором исчезают иконки Facebook ВКонтакте и так далее исчезает возможность фотографирования но появляются другие приложения например а когда сотрудник подкидает пределы офиса у него все возвращается к его привычному виду привычному поведению мобильного устройства то есть это девайс менеджмент вот такие четыре в основном группы функциональных возможностей Citrix MDM архитектурно как это выглядит для реализации комплексного решения Citrix нужно два сервера первый это XenMobile Девайс Менеджмент то есть это сервер управления и второе AppController это сервер который позволяет провиженить приложения на мобильное устройство на слайде мы видим два сервера с правой стороны и мобильное устройство с левой стороны на мобильное устройство устанавливается клиент Works Home после чего этому клиенту мы говорим где сервер управления они синхронизируются обмениваются политиками сервер управления говорит мобильному устройству где находится AppController соответственно устройство может подключаться к AppController и запрашивать приложение с киоска приложения которое необходимы пользователю для его работы если мы хотим поменять поведение мобильного устройства в зависимости от конкретных ситуаций например пользователь в офисе либо пользователь дома мы заходим на акцию Mobile Device Management сервер и фактически ставим либо убираем соответствующие галочки для конкретной группы мобильных устройств то есть с точки зрения IT опять же все достаточно просто мы либо ставим либо убираем галочку единственное что этих галочек может быть достаточно много но опять же новшество последних версий Citrix MDM это некие подсказки которые всплывают при наведении на бокс где можно поставить либо убрать галочку то есть администратор всегда будет знать как изменится поведение мобильного устройства в зависимости от того поставит он галочку либо нет еще одно приложение которое понадобится установить на мобильном устройстве это Citrix Receiver это то приложение как я и говорил которое отслуживает транспорт картинки на мобильном устройстве на мобильном устройстве на самом деле вы не запускаете Excel Word PowerPoint к вам приходит просто картинка а само приложение крутится на сервере приложений вам приходит только картинка с точки зрения такой архитектуры все очень даже удобно и безопасно во первых пользователю для того чтобы работать с ресурсами компании нужен только интернет а интернет нужен для того чтобы подключиться к вот этим двум серверам первому чтобы получить свои настройки которые позволят авторизировать устройство в системе MDM а ко второму для того чтобы получить весь набор приложений и файлов с которыми данные конкретные устройства с данным пользователем в данный момент может работать вот такая архитектура с точки зрения IT опять же все очень удобно потому что на мобильных устройствах мы установим два приложения и забываем о том чтобы бегать по мобильным устройствам все настраивается через XenMobile Device Management через веб-интерфейс мы влияем поведением пользователя через веб-интерфейс с точки зрения сервера AppController опять же все приложения данные хранятся на одном сервере значит его легче бэкапить можно настроить так чтобы документы не покидали пределы этого сервера соответственно у пользователя будет картинка у него будет возможность работать с документами но сохранить у себя на мобильном устройстве он не сможет например можно настроить например такую политику то есть полный набор требований безопасности выполняется если у нас есть централизированное управление как есть это у решения Citrix MDM что касается некоторых корпоративных приложений таких как названные уже Excel Microsoft PowerPoint другие приложения там 1S то есть вряд ли мы зайдем в Play Market и найдем там Microsoft Excel либо найдем 1S либо другую CRM которая способна будет подключиться к нашему внутреннему серверу сколько всего нам нужно будет опубликовать это приложение с помощью XenApp XenDesktop решения это тоже решение Citrix но оно просто отдельно стоящее в архитектуре XenMobile интегрируется с XenApp XenDesktop и для пользователя вот этот киоск приложений он будет выглядеть как набор из корпоративных приложений 1S Excel рабочие столы Windows 7 10 не важно какой 8 так и какие-то нативные для мобильного устройства приложения то есть там Angry Birds какие-то другие приложения все в одном киоске как зарегистрировать пользователей в системе MDM есть набор вариантов опять же в зависимости от удобства либо безопасности можем комбинировать несколько вариантов то есть пользователи устанавливаются либо вручную либо удаленно приложение Works Home дальше ему предлагается ввести логин и пароль либо какой-то пин-код либо one-time пасворд либо комбинация из того что я выше перечислил это более безопасный подход если нужен более удобный подход то просто рассылается смс ммс имейл с URL приглашением где пользователь кликает на ссылку нажимает next 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 устройство устанавливает у себя works home который уже знает IP-адрес сервера MDM к которому оно подключается то есть набор из инструментов для регистрации пользователя в системе MDM достаточно много то есть можно подобрать для каждой конкретной компании в зависимости от количества сотрудников если это 10 пользователей то в принципе можно обойти и каждому установить works home и прописать IP-адрес если это 5000 пользователей то скорее всего вы не обойдете всех сотрудников и нужно будет пользоваться URL приглашением главное что Citrix MDM поддерживает богатый набор из данных инструментов также заказчиками Citrix MDM является компания для которых важно отслеживать где сейчас находится мобильное устройство то есть можно делать некий GPS трекинг геотрекинг например компания которая занимается грузоперевозками пассажироперевозками всегда можно отследить как пользователь как мобильное устройство двигалось на каких заправках заправлялось где она останавливалась и так далее если есть такая необходимость можно отслеживать перемещение пользователя с его мобильными устройствами также побочно можно выполнять некие функции по безопасности например если не дай бог устройство было потеряно либо украдено всегда можно отследить где находится это устройство и сделать определенную провести определенную реакцию то есть Citrix MDM позволяет что сделать заблокировать устройство соответственно первое с чем столкнется злоумышленник это нужно будет подобрать пароль к экрану устройства пока он будет подбирать пароль мы определим место его назначения ну а дальше у нас есть варианты либо приехать по этому месту и попросить злоумышленника отдать мобильное устройство либо выполнить FullWipe и SelectiveWipe вот эти две функции FullWipe это полное затирание данных то есть после выполнения команды FullWipe устройство превратится в то каким оно вышло с завода то есть абсолютно без приложений данных полная конфиденциальность если мы выполним SelectiveWipe удалятся все данные которые были занесены агентом Citrix MDM то есть так называемые корпоративные данные то есть FullWipe скорее всего удобен для применения корпоративного устройства а SelectiveWipe можно применять для личных устройств я считаю там не удалялись фоточки личные и другие полезные ценные для владельца устройства данные почему пользователи будут сами хотеть зарегистрироваться в системе MDM то есть у меня есть мобильное устройство я в принципе вот изъявил желание пользоваться внутренними ресурсами внутренними сервисами можно настроить таким образом систему MDM что без установленного агента который будет выполнять проверку на соответствие определенным политикам мобильного устройства данное устройство не сможет подключаться к внутренним ресурсам грубо говоря если я установил какое-то запретное программное обеспечение если я нахожусь в каком-то запретном месте если я подключился к точке доступа которая не шифрует трафик если я сделал jailbreak и так далее список этих требований вы сможете сами написать и реализовать с помощью интуитивного понятного веб-интерфейса Citrix MDM без выполнения этих требований пользователь может не получить доступ к внутренним ресурсам грубо говоря я в момент запуска своего почтового приложения почтового клиента фактически отправляю запрос на сервер MDM где проверяется удовлетворяет ли мое устройство политикам которые вы прописали если не удовлетворяет то я почту свою не проверю и к серверу не подключусь то есть мы можем ограничивать возможность работы с внутренними ресурсами только для тех устройств у которых выполняются те или иные требования тем самым мы сохраним конфиденциальность доступность сервиса и пользователи будут сами стремиться к тому чтобы установить у себя агент а установленный агент на мобильном устройстве это полный контроль за мобильным устройством соответственно уже дальше ответственность за настройку мобильного устройства ложится на нас но для нас все очень просто мы сформировали определенный профиль мобильного устройства выставили определенные галочки и все устройства дальше которые будут подключаться к серверу MDM, на них будет автоматически выполнена настройка, соответствующая с этим профилем. То есть фактически мы настраиваем один раз, и все мобильные устройства, в том числе 5000, 10000, 15000, подключаясь к MDM серверу, настраиваются автоматически по тому профилю, который мы предварительно настроили для данного мобильного устройства, либо для группы пользователей. Еще есть полезное, что мы можем сделать. У Citrix MDM есть функция по безопасности, это контейнеризация приложений. То есть вокруг каждого из приложений, которые крутятся на мобильном устройстве, можно создать контейнер. И между контейнером можно настроить определенные взаимосвязи. То есть можно обмениваться данными между контейнером, нельзя обмениваться, и каким способом можно, либо нельзя. То есть грубо говоря, что можно сделать? Можно пользователю разрешить зайти на веб-портал, внутренний портал компании, и отправить его через корпоративный email клиент, для которого мы тоже прописали определенные политики. То есть пользователь скачивает конфиденциальный документ и отправляет его внутри компании. Но этот же пользователь не может скачать документ с другого веб-браузера, только с корпоративного, и как только он скачивает с корпоративного веб-браузера, он не может этот же документ скинуть на Facebook, в другой браузер и так далее. То есть есть определенный контейнер вокруг того первого веб-браузера, которым пользовался пользователь для скачивания конфиденциального документа. Это означает, что такой подход позволяет сделать определенное разграничение между личными приложениями и корпоративными приложениями. То есть вокруг корпоративных приложений можно создать целый каскад контейнеров, которые позволят сохранить некую конфиденциальность данных на мобильном устройстве. Вот тут пример как раз двух приложений, вокруг которых есть тоже свой контейнер, в рамках которого приложения могут обмениваться данными, но, допустим, вот личный почтовый клиент, который также может быть установлен на мобильном устройстве, не получит доступа к тем файлам, которые были скачены в другом корпоративном приложении. Очень полезная функция является функция microVPN. Ее позволяет построить Citrix NetScaler. Это еще одно решение Citrix для безопасного доступа мобильных устройств. То есть первое решение в принципе может работать без NetScaler. То есть его покупать не обязательно. Но Citrix NetScaler позволит выполнить доступ с мобильного устройства, с любого устройства к корпоративным серверам XenMobile безопасным образом, таким как так называемый microVPN-туннель. MicroVPN отличается от обычного VPN-соединения тем, что это очень маленькая труба, которая открывается между клиентом приложения и сервером приложения, вместо привычного нам устройства и VPN-сервера. В нашем случае значительно экономятся ресурсы мобильного устройства, то есть оперативная память, центральный процессор не грузятся от того, что устройство подключено по VPN к серверу VPN. Устройство подключается по VPN только когда в момент транзакции между агентом приложения и сервером приложения. И эта транзакция требует очень маленькой трубы, соответственно и центральный процессор, и оперативная память нагружена в меньшей степени. То есть тут мы говорим о цифрах, которые на порядок снижают нагрузку. А это в свою очередь влияет на батарею мобильного устройства. То есть когда мы говорим про мобильное устройство, мы всегда забываем, что есть у нас еще один ресурс, который заканчивается, это батарея, аккумулятор, который со временем садится, и его нужно тоже контролировать и экономить. Так вот, microVPN – это один из способов сделать работу мобильного устройства более продолжительным и более безопасным. Вот так выглядит магазин приложений от Citrix в привычном виде. То есть по умолчанию там зеленый фон, вы можете, конечно же, менять. Видите список приложений, которые могут запуститься на этом мобильном устройстве. Видите, очень непривычные. То есть этот снимок был сделан из планшета iPad. Вряд ли вы когда-нибудь видели на iPad Windows, Microsoft Internet Explorer, а может быть видели. Публикация рабочего стола, ну и другие чисто такие Microsoft приложения. С помощью Citrix MDM мы сможем доставлять такие приложения. И они будут выглядеть для пользователя так, как они выглядят на Microsoft Windows системах. То есть мы можем доставлять приложения в таком виде, в котором они привычны пользователю для системы Microsoft. Тут плохо видно, есть кнопочка Request. Она удобна тем, что можно построить некий workflow, когда пользователю нужен Salesforce, например, он его может запросить, администратором приходит email-уведомление, что вот такой пользователь, ему нужен Salesforce. Администратор может перейти по ссылке и либо да, разрешить, либо нажать нет. Не разрешить пользователю данное приложение. То есть это помогает на начальных этапах внедрения, когда пользователям публикуется стандартный набор 2-3 приложения, а дальше пользователи самостоятельно запрашивают какие-то приложения и можно гранулярно, очень гибко настроить набор приложений для каждого конкретного пользователя. У Citrix MDM есть три редакции. Это XenMobile MDM Edition, XenMobile App Edition и Enterprise Edition. Эта презентация будет вам отправлена, то есть я вам не предлагаю сейчас запоминать, чем три редакции отличаются друг от друга. Скажу просто в целом. MDM Edition – это все, что связано со свойствами мобильного устройства. камера, буфер памяти, USB. То есть все, что связано со свойствами мобильного устройства, можем управлять через MDM Edition. То есть все, что пользователь может руками зайти через меню конфигурации на своем мобильном устройстве, мы можем сделать удаленно через веб-интерфейс. Это включено в MDM Edition. App Edition – это лицензия XenMobile, которая позволяет публиковать для пользователя приложение и весь функционал по провизионингу, по workflow с приложениями, включен в App Edition. Enterprise Edition – это если вам нужно и первое, и второе вместе, покупается Enterprise Edition с полным набором функционалов. С одной стороны, вы сможете настраивать мобильное устройство пользователя, а с другой стороны, вы можете публиковать набор приложений и данные для этого пользователя. И еще, почему Citrix является лидером в классе MDM? Почему он во многих отчетах среди лидеров всегда? Потому что у Citrix есть общий набор приложений, общий набор в портфеле приложений, который позволяет дополнить приложение XenMobile. И потребности бизнеса зачастую гораздо шире, чем просто отключить либо включить видеокамеру на мобильном устройстве. Часто необходима интеграция XenMobile с NetScaler. Иногда можно XenApp, XenDesktop, можно GoToMeeting для коллаборации, для проведения вебинаров. Мы сейчас, кстати, используем GoToWebinar от Citrix для проведения данного вебинара. То есть у Citrix нет какого-то нелогичного разброса приложений в своем портфеле. Все приложения – это пазлики, которые можно складывать и повышать эффективность работы в компании. А у других вендеров мы видим, что есть вендера, которые направлены чисто на MBM, есть вендера, которые направлены на организацию доступа, VPN, двухфакторную агентфикацию, Single Sign-On, Test of Virtualization и так далее. То есть в случае Citrix вы покупаете набор конструкторов, которые вы можете складывать как хотите, интегрировать как хотите, с широкими возможностями для интеграции приложений, пазликов друг в друга. В случае, если вы выбираете другой вендор, вам нужно будет его интегрировать с инфраструктурой, которая будет состоять из разрозненных компонентов, разрозненного набора других вендоров. То есть это уже будет выходить за рамки требования IT в простоте, в масштабируемости и за рамки требования бизнеса, чтобы это было дешево и практично. Отчеты вы посмотрите. То есть Citrix уже на протяжении нескольких лет является лидером по решению и MDM, и Application Delivery Controllers, которые создают microVPN и делают авторизацию мобильного устройства, и File Synchronization, и Work Collaboration. То есть Citrix, у него такой ограниченный набор продуктов в портфеле, но он такой завершенный, комплексный, и каждый продукт в этом комплексе, в этом портфеле, он является лидером в своей отрасли. Спасибо за внимание, за то, что вы делили время нам. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Так. 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 Да, напишите, можно вопрос задать с голоса. Мы активируем микрофон для вас. Хорошо, если более-менее понятно, презентацию мы вам скинем. Вы сможете задать вопросы по почте в ответ на данное письмо. Есть вопрос. Расскажите о взаимодействии с Samsung Knox. Да, есть определенные возможности Citrix MDM для работы с Samsung Knox. Дело в том, что Samsung Knox, как и другие решения Samsung последних версий, там планшеты от Samsung тоже, они входят в так называемый класс безопасных устройств. То есть это Safe Device, так называемый Safe Device. И с точки зрения безопасности для этих конкретных устройств класса Safe Device у решения Citrix XenMobile появляются дополнительные вкладки. Например, на вкладке политики есть целая вкладка Safe Device. И для этих конкретных устройств мы сможем реализовать больше функций по безопасности, по провижению для данных конкретных устройств. То есть с какого-то определенного момента мобильные устройства договорились и сказали, что вот мы открываем свои API, и вендоры, разработчики MDM устройств, они начали реализовывать эти API, и можно настраивать больше функций для устройства класса Safe Device, к которым относится Samsung Knox. Спасибо. Хорошо, коллеги, спасибо. Спасибо за ваше внимание. Я же говорю, цель нашей презентации это начать диалог, завязать диалог. Вы получите презентацию, получите дополнительные материалы. Мы сможем пообщаться в почте, продолжить этот диалог в почте. На основе этой презентации, возможно, вы что-то почитаете в раздаточных материалах, на сайте Citrix, посмотрите видео, у вас появятся дополнительные вопросы. Прошу не стесняйтесь, пишите нам, с радостью на них ответим. Спасибо вам за внимание. До свидания. Продолжение следует...